Всем привет! Сегодня для вас буду я записывать очередной домашний влог или влог-болталку. Что из этого получится, не знаю. В общем, решила просто сесть, поболтать немножко возле ёлки. Как вы видите, у меня уже ёлка появилась. Да, и покажу, наверное, что ко мне тут пришло в посылках сегодня тоже. Собственно, почему я решила записать сейчас видео, потому что я записывала кадры для другого канала. И просто так как уже есть макияж, думаю, господи, запишу хоть чуть-чуть болтологию. Пару слов насчёт моих волос. Недавно была в салоне, решила я выровнять цвет. Потому что, как вы знаете, у меня были пряди. Ну и я попросила, чтобы мне сделали натуральный блонд. Но я не знаю, что из этого получилось. Мне кажется, немножко темновато смотрится. Так, знаете, ещё не блонд. Но, наверное, это всё-таки связано с тем, что у меня были пряди и был тёмный волос. И вот тот вот тёмный волос, который был, он не совсем светлым стал после того, как меня покрасили. Но мне это нравится, да, что получилось. Если я захочу, я всегда смогу ещё пряди добавить или посветлее сделать. Пока что вот так вот похожу. Мне кажется, так тоже красиво смотрится. У нас вчера сильный ветер был, дождь. И у нас опять отключили электричество всего лишь на 2 часа. И ветер настолько сильный был, что вот я слышала такие страшные звуки за дверью. Я, кстати, записала. Мы можем сейчас послушать, что я записала. Тишина. Не знаю, услышали вы или нет эти звуки. Ну, в общем, страшно было так. Можно прям этот фильм ужасов снимать, серьёзно. Или записать аудио этих звуков и использовать потом в каком-то видео ужастике. Я, кстати, думала показать вам ёлку в этом видео, снять, да. Но я всё ещё думаю, заменить некоторые игрушки или нет. Потому что в основном я использовала, которые у меня были. У меня очень много разных игрушек и украшений, да, рождественских и так далее. И я использовала, что у меня были. Я ещё пока ничего не покупала. Я вот думаю, что если вдруг я решу поехать что-нибудь купить другое, я потом уже сниму видео перед Рождеством или Новым Годом и покажу вам в деталях. Всё, что я сейчас буду показывать, это я с Амазона заказала. Я там оплатила фри-шиппинг в течение года. По-моему, это 195 долларов. В общем, теперь всё, что я заказываю, мне доставляют домой в течение двух дней. И за бесплатно, потому что я уже заплатила 95 долларов за год. Заказала я себе антиоксиданты от фирмы Nature's Way. И мне они очень нравятся, они такие сильные, знаете. И я знаю, девчонки мне писали, что лучше кушать фрукты и овощи. Я их кушаю. Я очень много овощей кушаю, потому что я стараюсь поменьше углеводов кушать. Но всё равно, сколько нужно этих овощей и фруктов скушать, чтобы действительно все витамины поступили в организм, которые нужны. И особенно в зимнее время, мне кажется, что можно пить витаминки. Следующее, что ко мне пришло, пришло, кстати, вот в такой коробочке. Внутри этой большой коробки лежал. Там куча пластика. Я не знаю, как правильно это называется на русском. Я так полагаю, что это утяжелитель с этим гладким диском для GPS, который мы ставим в машине на панель. Это называется Beanbag Dashboard Mount. В общем, решила заказать себе, потому что у меня всё время, когда я GPS креплю к стеклу, оно у меня всё время падает, когда очень жарко. То есть, как солнце только начинает припекать, всё. И я подумала, что я буду ставить на панель вот так вот. И сюда GPS будет нормально держаться. И так же я на всякий случай буду использовать, если мне надо будет камеру в машине крепить, потому что я тоже не хочу на стекло, знаете. Маленький штатив для камеры тоже заказала с Amazon. Сейчас я открою, покажу. В общем, я уже прикрепила этот штативчик маленький на вот это вот утяжеление. И, вы знаете, хорошо держится. Ну, тут у меня ещё плёнка. Эту плёнку нужно убрать с диска. И будет даже ещё лучше держаться. То есть, вот так вот GPS можно прикрепить. Или же вот этот вот маленький штатив для камеры, да, если в машине что-то снимать и можно использовать. Вот этот вот маленький штатив я заказала для своей большой камеры, на которую я всё время снимаю. И сейчас я вам покажу другую маленькую камеру и там другие маленькие штативы для неё. Было дело, сидела за компьютером на Амазоне, смотрела на разные товары. И нашла вот эту вот камеру. Это HB Action Cam AC100. Она должна быть как GoPro. Но по цене она дешевле стоит. У меня GoPro нет, поэтому я сравнить не могу. Но тут написано, что Full HD, да, должно быть хорошее качество. Она пришла ко мне без карты памяти. То есть, я снять на неё сейчас ничего не могу. Но я её могу включить. В общем, включила. И так, посмотрела и всё. Ещё ничего не снимала. Я заказала карту памяти. Придёт ко мне на днях, потестирую. Но что мне интересно, показалось, что я теперь смогу её под водой использовать. Летом смогу поплавать в океане и что-нибудь поснимать. Потому что я смотрю на некоторых американских блогеров. И знаете, они снимают видео в бассейне или как плавают в океане. И я думаю, господи, ну и мне хочется. Но теперь нужно будет попробовать. Как придёт карта памяти, я попробую. Если всё мне понравится, то я её себе оставлю. Зоя. Зоя. В общем, после того, как придёт карта памяти, я потестирую. Если всё понравится, то я себе оставлю. Тут есть также три штатива маленьких. Для машины, для шлема и для байка. Для велосипеда, да. USB порт. Пульт, с помощью которого можно выключить. И, я так понимаю, нажать на съёмку видео. В общем, да, выключить можно. Видео и фото пока не сделать. Потому что, я так полагаю, что нет карты памяти. И ещё вот такая вот большая посылка у меня есть. Не открывала ещё. Эта посылка пришла с сайта nakedwines.com. То есть, это вино. Муж заказывал. Я сейчас открою, посмотрю. Тут должно быть 14 бутылок. Потому что на заказе сказано, что 14. Знаете, что мне понравилось? Они тут положили вот такие вот ярлыки. Они положили. То есть, можно будет на каждую бутылку одеть. И в подарок кому-то подарить на Рождество. Тут написано to from. То есть, кому и от кого. И have a merry Christmas. Прикольно, правда? И классно, что они разные. Так будет интересней. Вот он заказ мужа. Тут, видите, название и так далее. Ещё три разных бутылки. Ладно, дальше уже поднимать не буду. Они на вид всё равно по ходу дела одинаковые. Что ещё хотела показать? Вот такой вот белый лак от Conat. Он специальный для стемпинга. То есть, если у вас есть наборчик для стемпинга, да? И диски, то нужен специальный лак или обычный лак с хорошей пигментацией. Но у меня в последнее время что-то нет хороших лаков с хорошей пигментацией. Особенно белых. Я решила заказать специальный. Вот этот вот стоил около 6 долларов. Но с помощью него действительно легко очень делать маникюр с помощью наборчика для стемпинга. Совсем недавно купила вот этот вот эпилятор от фирмы Yes. И вы знаете, мне понравился. До этого я обычной бритвой пользовалась, да? Эпилятора у меня не было. И вот этот вот использовала несколько раз уже. И волос под кожу не врастает. Всё окей. И кожа нормально среагировала. Сейчас закончу влог и буду подписывать открытки родственникам и друзьям. Кстати, красивая открытка, правда? У меня с прошлого года вот эти вот остались. И также я планирую новые купить. Недавно купила новый корм для кошек. К нам соседская кошка в гости приходит за едой. Так что мне делить нужно на троих уже. И тот, который был, закончился. И в общем новый купила. Неважно насчёт фирмы. Что я хотела сказать. Вот этот вот, который слева, где розового больше на упаковке, да? Значит, он глютен-фри. Помогает работе мозга. Улучшает работу мозга. Антиоксиданты содержатся. И также помогает пищеварению. И вот этот, который справа, там пробиотики есть. И много всего разного. В общем, неважно. Но они действительно так уже подходят конкретно, знаете, к животным. И корму для них. Кстати, недешёвый корм был. По-моему, вот за эту упаковку, которая справа, я 16 долларов заплатила. А насчёт левый я уже не помню. Потому что, помимо корма, я ещё кучу всего покупала. И не помню, что там на чеке показывала. На этом всё на сегодня, девчонки. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Было интересным, полезным. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем желаю удачи, хорошего настроения. И давайте спишемся в комментариях. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»